МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Думаю, завтра же роботи. Правда, заглок. Заглок? Нормально. Ні. Да. Заглок. А чого ж або в блоки, кстати, в коментарі. Заглок. Привет-привет, народ. Я вам честно скажу, я никогда, никогда в жизни не подумал бы, что я когда-то вообще априорик куплю, че? Ну, че-то вот такого формата. Купил. Быстро постараюсь рассказать вам, как все происходило. Предыстория. Искал долго. Ну, вот как поехало Ауди, старое ведро-корыто, всякие БМВ 36-е, 30-е кузова-тройки. Искал корча для работы. Тачку, которую я просто буду кончать. Я просто буду ее ненавидеть, потому что она мне будет не нравиться, потому что она будет убитая, уставшая. Вот просто от нее будет у меня отвращение. Вот искал я такую машину в бюджете до 5000 долларов. Часто у меня гости спрашивают, подписчики, там, неважно, люди звонят. Интересуются, а что можно взять в бюджете там до 5000? Ребят, Ланос. Я искал, ну, наплывами это было, где-то порядка года. Меня пробило, я там два месяца поискал, поискал, отпустило. Потом опять отпустило месяц, опять пробило, опять начал искать. Я ничего не мог найти. Я искал тачку, которую я буду кончать, рвать, вообще в тряпки. Все те клиенты, которые уже успели покататься со мной на этом Ланосе и с Вадимом, они знают мое отношение. Мне пофиг на ямы. Эта машина просто на разрыв. Просто. Я когда фотографировались продавец-покупатель, я хотел залезть на крыше, сфоткаться, но она была грязная, просто не хотел пачкаться. Я бы сфоткался на крыше. То есть тачка, которую мне будет вообще на нее пофиг. Я такую искал. Для того, чтобы ее хорошенько отжать по работе, там, год-два, может быть, я не знаю, сколько она будет жить, потом разыграть среди вас, подписчиков. Ну, я не буду. Сейчас на счет в комментариях. Да, ты ее кончишь, убьешь, а потом среди нас разыграешь хлам, который можно выбросить вообще. Не, я ее починю, покажу и среди вас буду разыгрывать. Я не знаю, когда это произойдет. Это будет, может, через год, может, через два, может, через полгода. Жизнь покажет. Вам что нужно сделать? Вот сейчас кликнуть, подписаться на канал и следить, пока вот эта корыта будет разыгрываться. Ребят, просто по истечению обстоятельств. Вот этот вот автомобиль я с Вадимом подбирал чуть больше, чем год назад своему клиенту Ване. Вань, пожалуйста, напиши в комментариях, с каким пробегом ты нам ее отдал, потому что на данный момент 76 951 километр. Я что-то боюсь, что за неделю мы где-то тысячу накатали. Вот ее пробег. Потому что на момент покупки я не сфоткал, какой был пробег, а вот уже на момент съемки этого видео оно выйдет вне очереди, повторяюсь. Уже такой пробег. То есть мы очень много наезжаем. Ребят, машина хорошая. Ну, на самом деле, я просто ненавижу Анас, а потому я ее кончаю. Она хорошая. Вопросов по ней нет никаких. Есть небольшая царапина сзади, я вам ее покажу. Это уже царапину сделал наш клиент. С первых рук была, уже я третий хозяин, с родным пробегом. Салон как новый. Технически по машине вопросов нет. Ваня, предыдущий хозяин, обслуживал ее у официального дилера. Он следил. У Анас, у официального дилера. Вот заказ наряды распечатанные. Я не шучу. То есть, когда будет эта тачка разыгрываться, снимем ролик. Там есть заказ наряды на 10 тысяч гривен. Вы спросите, вы что, больной? Ваня, что он там делал? Он все делал на официальном. Он даже оригинальное масло заливал. Баклажка валяется сзади. Но я уже не оригинал залил. Я самый дешман залил. Вот. Вульф масло. Ну, я не знаю. Может и хорошее. Но я не знаю. Я просто его залил, потому что я не знаю. У Анас покажет, хорошее это масло или нет. Хотя, это тачка, которая переваривает все. Ребят, тачку просто разрываю. В прямом смысле. Ей ничего не происходит. 11-й год. Это украинская сборка. Вот. С газом. Четвертого поколения. Механика пятиступенчатая. Ну, что рассказывать про Анас. Электро... Вот. Стеклоподъемники. Чего только стоит. И вот этот даже работает. Смотрите. Есть еще Камдей, который работает. Вот он. Кнопочка. Магнитола есть. Зачем? Еще спросите. Зачем? Можно было что-то взять для работы подешевле. Либо машину... Хотя, куда уже дешевле и практичнее. Я ее взял за 3,5 тысячи долларов. 11-й год. 76 пробега. Поймете, почему такая цена. Я вам сзади царапинку покажу. Ее нужно будет полирнуть. И все будет нормально. Ребят. Я наконец-то захотел... Вот я вам сейчас раскрываю свою душу. Вот этот психологический свой барьер, который во мне сидит. Когда... Уже жарко, надо глушить. Когда я приезжаю на парковку супермаркета. Я выискиваю какое-то место такое, чтобы подальше от других. Что у меня какая-то фобия, боязнь того, что... Какой-то вот такой... Откроет дверью так. Хуб. И мне поцарапает. Понимаете? То есть... Вот... У меня вот это все с самого... На протяжении всей жизни. Все мои автомобили, мои машины, они все вот в состоянии просто... Я за ними слежу. Они все время вымыты. Они все время чистенькие. Мне это надоело. Я захотел тачку, вот на которую мне просто, как бы это грубо не звучало, но просто было посрать. Вот в прямом смысле. Я ее могу тут открытую, а так оставить? Уедет? Окей. Я могу приехать на любую парковку, стать в какую-то щель залезть, и не я буду бояться то, что мне ее поцарапают. Мне на ее похер вообще. Они будут бояться. То есть я вот этот свой психологический барьер наконец-то начал преодолевать. Я эту неделю начал получать удовольствие просто от того, что я езжу. То, что я еду, попал в яму. Я не хватаюсь за сердце, что там пневмо было на Аудио 8. Боже, или еще что-то. Или диск погнулся 18-й. Мне вообще по боку. Это так классно. Так классно, когда ты перестаешь на этом зацикливаться и думать про это. И у тебя просто вот свежая какая-то вот психика, она твоя поправляется, лечится. Вот для чего я взял. Я взял эту тачку для того, чтобы возить на ней клиентов, для того, чтобы ездить на ней, смотреть машины. Да, спросите, сколько у меня сейчас автомобилей. Опять автопарк. А8-я Ауди в кузове D3 8-го года. Ланос, 11-й год. BMW E93 у жены. И Civic 94-го года, 5-го поколения EJ кузов. Купе. Такой, как в Форсаже. Все, снимался в фильме. Четыре тачки, снова. Но, ребят, Civic стоит в гараже. Затравку кинул. Возможно, я буду его продавать. Ребят, там машина просто вау. Просто вау. Вот я ее в подробностях сниму. Все. Покажу, сделаю ролик. И желающие. Вы можете уже сейчас под этим видео писать в комментарии. Он стоит в гараже. Там тачка просто вау. Я ее довел до состояния вау. Ауди нет. Ауди это для того, чтобы получать удовольствие и ездить на дорогие автомобили. Потому что, если я на этом Ланосе приеду смотреть S-класс, либо что-то такого формата. Машинку, которая будет стоить там 50 плюс тысяч долларов. Ну, вы понимаете, за руль вряд ли меня пустят. Поэтому Ауди я не буду продавать. Это машина, от которой я получаю удовольствие. BMW ездит. Жена ежедневно. А вот это херь. Я буду на ней ездить ежедневно. Ребят, и что я хочу сказать. Да, я на Ланосах поездил очень много. Потому что этих машин я очень много людям подобрал. И как таково личного автомобиля у меня такого никогда не было. Но на клиентских я перекатал. И если взять в совокупности мой опыт вождения вот такого вот автомобиля. Чудо автопрома. То в целом я может быть тысяч уже 10 на нем наездил. На разных Ланосах. Но это было не то. Вот когда я сел на свою тачку. Вот эту. Ребят, честно. Вот понятно. Понятно. Когда ты пересаживаешься со восьмой сюда. Ну, хочется его размотать где-то. Только чтобы самим остаться живым. Тут, кстати, подушек нет. Но, когда ты на нем день поездишь. Абсолютно нормальная. Нормальная. Самое главное, народная. К тебе люди хотят с тобой разговаривать, знакомиться. Я когда на этой херне еду. Я на каждом светофоре. Клиенты, которые поездили. Напишите в комментариях. Это правда? Чисто я так езжу. У меня вот так вот. На каждом светофоре. Вот. Можете послушать. Оно на второй шлифует. Мерседес где-то там соль. Как все сзади чего? Чертяка. Слышите? И люди все смотрят на это. Людям это нравится. Люди хотят видеть Ванос. Вот так вот. И на него смотрят все. Просто. Я еду. На меня все смотрят. Ребят, я даже с клиентами. Два человека сзади сидело. Обратились на 250-е Вело. Нашли. Не дадут соврать. И Вадим сбоку. Я зацепился с СРТ. Как бы это смешно не звучало. Но этот Ланос. Там просто светофоры. Ну, рядом друг возле друга. Он не успевал уйти на другой светофор. Этот Ланос отставал ненамного. Пацаны с СРТ даже видос запилили. Снимали. Мы вот типа открыли окно. Говорят, чувак, хорошо идет. Да, да. Народная машина. Ты стал ближе к людям. Я стал ближе к вам. К народу. Я хочу эту тачку поюзать. Выжать с нее. Все вообще до максимума. Что только можно. Ребят, все. Снять крутой отзыв владельца. Честный, настоящий. Именно отзыв не тогда, когда вы... Ой-ой-ой, моя машина. Не-не-не, ты что, нельзя так на ней. Не-не-не-не-не. Аккуратно, аккуратно. Сцепление накидай. Ты что, накидай сцепление. Накидай. Вот так. Чертовски хороша машина. Этот корч у меня будет эксплуатироваться на 200%. И тогда я сниму отзывы владельца, в котором расскажу все про эту машину. Уже есть что рассказать. Починю, потому что я чувствую, что ему будет плохо. Ну и разыграю. Вот. Сейчас я хочу показать, как он выглядит. Обойду его. Я вообще номером проходиться не буду. Здесь ничего не крашено, поверите мне в нос. Все равно моя машина, я ее себе купил. Хочу еще, да, добавить. На улице холодно и шумно будет, потому что ветер сильный. Ребят, по ценам заехал. Я уже успел поменять высоковольтные провода. Я открою капот, увидите. Поменял свечи, фильтра и масло поменял. Залил вульф. Это не реклама. Скорее всего, это кусок говна. Я покажу, как это выглядит. Самое дешевое купил и сюда залил. Знаете, сколько обошлось вот это все? У меня на восьмую ТО 300 баксов. 300 долларов. На вот эту 50. 1400 гривен. 1400 гривен. Это просто тачка, от которой я в восторге. Ребята, на ней, блин, можно ездить по дешману. Причем ездить как? Вы видели как? Да я отжигаю на ней постоянно. Тут резина новая стоит, но она будет старая через месяц. Ребят, на восьмую комплект резины косарь зелени. Здесь комплект резины 100 долларов. 100 долларов. Короче, я кайфую от него пока. Давайте я выйду, покажу, как она выглядит. Смотрите, родной пробег. Кстати, ржавчины по кузову нет. Вот это вот на пороге краски не было. Порог был подогнут еще у нашего клиента. Больше года назад. И гляньте, ничего не прожарел. Чуть-чуть выхлоп прогорел. Ну, потому что непонятно что. Потому что я так езжу. Это нормально, ребят. Я буду показывать, что с ним будет происходить. Гляньте состояние. Чехлы под чехлами все новое. Там смысла показывать нет. Там новые сидения. Мы говно своим клиентам не подбираем. Просто так получилось, что хорошая машина умрет у нас. Но ничего. Мы ее починим. Если можно будет что-то с ней сделать, то починим и обязательно среди вас разыграем. Так что будет у вас лагус. Тоже все, видите, все везде заглушки. Заводские. Ну, не заглушки, а меточки. На сидениях тоже. Крепежах сидений. А, с той стороны я вам покажу. А, вот царапинка, да. Ну, это сполировывается. Это не есть проблема. Ну, вот я отжигал. Следы остались на асфальте. А самый кайф, знаете, в чем, ребят? Вот вы любите свои машины, да. Вы за ними труситесь, за этими тачками. А я могу вот так подойти. Вот, смотрите, царапина. Можно ее молоточком выбить будет. Вот в чем кайф этого корыта. Вот в чем кайф. То, что это машина, которую мне не жалко. Не жалко. Ну, тоже царапинка. Вот царапинка небольшая. И вот. Как по мне, имеет даже внешний вид нормальный. Кстати, я сажусь сюда спокойненько, как на лавочку. И все отлично. Они... О, нет. Сука. Какой-то хер мне поцарапал. У меня такого нет. Понимаете, о чем это? Вот в чем смысл всего. А, вот то, что я говорил. На сиденьях тоже метки, видите? Украинские ланосы. Чтобы не откручивали все на своих местах. У меня такого нету, народ. У меня... Это Вадим от кого упал, кстати. Дизлайк Вадиму поставьте за вот это вот. Давайте откроем капот. Чуть-чуть капот начал ржаветь. Видите? Хотя ничего не крашено по машине. Действительно ничего. Вот. Фильтр самый дешевый купил. Золекс. Говно. У нас в Украине делают. Но... Все сухо. Обратите внимание. Новые провода. Про которые я вам рассказывал. Видите? Вот так. Еще, кстати, что я эту машину купил. Еще не все. Мы для чего вообще живем? Для детей. Ради будущего. Ради того, чтобы сделать мир лучше. Делать добрые дела какие-то. Каждый это делает по мере своих возможностей. Вот. Есть бабушка еще у моей жены. Это хоть и не моя бабушка, но тем не менее пожилой человек, которого стоит уважать. Ездить нужно будет чаще. В село, в деревню. Называйте как хотите, не суть. Ездить на Аудио 8 я туда не буду, потому что дорог там нет. На BMW тоже жалко. Но это в любом случае вложение. Вот, собственно, еще причина покупки этой машины. Для того, чтобы можно было комфортно сесть в тачку, в которой не нужно пылесосить каждый день по три раза. В тачку, которая не обязана быть все время чистой. В тачку, на которой можно скакать по ямам 200 баксов и утяха давая новая. То есть тачка, которая вот можно, что называется, вытрахать во все щели. И по работе, и поездке всего. То есть абсолютно для жизни. То есть это автомобиль для жизни. Эта машина, это не тот случай, когда ты живешь для автомобиля. Это тот случай, когда автомобиль живет для тебя. И вот это мне сложно пока представлять, потому что у меня такой машины еще никогда не было. Все мои автомобили, я не хочу сказать, что, наверное, я для них живу. Но, наверное, так оно было. Да, и есть для тех машин. Потому что я их очень люблю. Я трюшусь над ними. Я пылинки с них сдуваю. Но вот это мне похер вообще. Похер просто. И я от этого сейчас кайфую. Ребята, вы будете говорить, жирный ублюдок. Это, блин, машина. Люди вообще не имеют никакой машины. А ты берешь и кончаешь хороший живой Ланос. Люди, ну я же-то его разыграю потом. Я его окончаю, но я его потом починю. Слушайте, он еще неплохо едет. Я его немножко раскатал. Но я пока доволен, честно. Я пока доволен, абсолютно доволен машиной. Причем все работает, даже ручник работает. Смотрите. Затянул на передачу. Я надеюсь, что вот это видео послужит кому-то, может быть, каким-то уроком. То, что ну не стоит зацикливаться так на своих автомобилях. Относитесь к ним попроще. Это всего лишь машина. Я эту тачку взял по принципу американцев. Это всего лишь машина. Всего лишь машина. И все. Я на нее вообще клал. И самый парадокс в чем? Чем больше ты трусишься, тем больше переживаешь, чем больше. Тем больше оно ломается, тем больше каких-то проблем, тем больше это притягивает что-то. Чем тебе становится все больше пофиг вообще, тем меньше оно делает мозги, тем меньше с ним что-то происходит. Я эту машину бросаю вообще везде, где угодно. Вот прям везде. Мне пофиг вообще. Народ, даже если кто-то тележкой сюда въедет, либо кто-то вообще его въедет в него. Въезжайте. Милости просим. Лишь бы меня здесь не было. То есть, потому что жизнь человеческая превыше всего. Как-то так. Купил, купил, купил Ланос. Блин, я не знаю. Напишите в комментах, правильно я сделал, неправильно. Хотел BMW, честно. Хотел старую BMW заднеприводную. Наваливать, кончать ее, дрифтовать, разорвать в тряпке, заварить дифференциал, починить и разыграть среди подписчиков. Понимаю, что Ланос это не то, что вы любите. Это люди. Но в этом есть тоже философия. Философия пофигизма. Философия того, что, вот, блин, я свободен. Я, наконец-то, свободен. Я не привязан. Не так, что я поставил где-то машину в каком-то месте. И я переживаю. А будет ли она там стоять? А не дай бог ее кто-то не поцарапает. Боже. А я приеду на парковку супермаркета на Лексисе. Вот как едет. А не дай бог он уедет. А не дай бог его кто-то угонит. Мне вообще пофиг. Мне вообще пофиг. Народ, мне вообще пофиг. Просто пофиг. В этом есть смысл. Вот этой вот машины. В этом ее суть. Изначально ее разрабатывали для этого. Те, кто не понимают. Те, кто хотят от этого автомобиля чего-то сверхъестественного. Зарабатывайте больше. Покупайте что-то лучше. Но вот это создано для этих целей. Для этих. И я прохавал это. Я наконец-то вкусил вот этого кайфа жизни. Что такое? Ты заезжаешь на заправку на 300 гривен. Заправляйся. Расход 10 литров. Газа. 10 литров. Ты проезжаешь 300 километров за 300 гривен. Карл, как вообще? Для меня это в голове не вкладывалось. Да, да. И это с такой ездой. Я по трассе на ней вчера. Мы ездили в Белую Церковь. 160. Пусть наш клиент прораб напишет, который сзади дом построил с кирпичей. И Вадим, который сбоку сидел за ручку, держался. Народ. Честно. Неплохая машина. Пока я доволен. Для тех целей, для которых я взял, она полностью оправдывается. Не буду затягивать. Всем хорошего дня. Не пишите плохого в комментариях. Потому что, я думаю, народный автомобиль заслуживает лучшего. А я вот сейчас покажу, как я на нем вообще отъезжаю. Как это со стороны выглядит. Вадим снимет. Подписывайтесь. Ставьте обязательно лайк. Обязательно, обязательно, обязательно хочу слышать ваше мнение. Как вы считаете, правильно я сделал или нет. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok